Футбольный клуб Кайрат Новая футбольная школа – абсолютно уникальный проект для Казахстана. Здесь будут располагаться три футбольных поля и универсальный спортивный манеж, чтобы подрастающие поколения кайратовцев могли с комфортом тренироваться в любое время года. База будет основана двумя полями, вот это основное поле, три поля здесь будут, будет спортзал на 40 на 20 для занятий в зимнее время, развивалки, это бы чистая детская академия. Создание инфраструктуры – главная задача футбольного клуба «Кайрат» в ближайшие два года. Очень приятно, что эти начинания поддерживают и городские власти Алматы, утверждает заместитель начальника управления спорта Бауржан Доскарай. Кого бы мы не приглашали, что бы мы не делали, какие бы деньги не тратили, если нет базы, если нет спортивного сооружения, тогда, конечно, остальное все это не будет работать так, как бы хотелось. Строительство детской школы «Кайрата» – это первый шаг клуба к решению самых высоких задач. Без своей школы, без своей академии команда не сможет показывать стабильные результаты, уверен рекордсмен сборной Казахстана Руслан Балтиев. «Я думаю, это хорошая идея, я думаю, это хороший проект, я думаю, то, что здесь задумывается, это все будет сделано, это все пойдет только на пользу, пойдет на пользу клуба, вот, и пройдет немного времени, и «Кайрат» действительно будет бороться не только за первые места в чемпионате Казахстана, но и выйдет на международный уровень, на хороший международный уровень. Поэтому это только начало, мы в начале пути, поэтому всем хочется пожелать терпения и удачи». Новая детская школа даст толчок всему казахстанскому футболу, уверен президент детской лиги Бауржан Сарсикенов. Наконец-то нашлись люди, готовые вкладывать деньги в здоровье детей. «Хочется порадоваться за этот проект, да, идея давно она есть, просто это финансы, сам вы знаете. Сейчас у «Кайрата» хороший спонсор, и они действительно очень серьезно взялись, профессионально, действительно есть они вот эта футбольная база для детско-юношеского футбола сделает «Кайрата», для академии сделает, и база для профессиональных футболистов, для основного состава и дублического состава. Это хороший задел». С большим энтузиазмом новость о строительстве новой детской школы восприняли и болельщики «Кайрата». Они много лет ждали возрождения любимой команды. Новый акционер клуба в лице компании «Казросгаз» дает болельщикам надежду на это возрождение. «Я считаю, что мы обрели хозяина, настоящего хозяина. Тем более, первый руководитель, он любит «Кайрата». Мы верим, что он такой же преданный болельщик, как и мы. А то, что мы начинаем сегодня, закладываем камень строительства детской школы на этой легендарной наболенной базе «Каблуково», я считаю, что это очень хорошее начало». Но, пожалуй, больше других появление новой детской школы ждут тренеры Академии «Кайрата» и их воспитанники. Известный наставник Александр Кузнецов уже сейчас планирует будущие тренировки на новых базах «Кайрата». «В первую очередь, это перспектива на будущее, как бы надежда, что я всегда говорю и буду говорить, что в первую очередь это резерв, что нужно заниматься инфраструктурой, развивать будущее, а будущее – это резерв. Поэтому очень хорошо, что у кого-то такие планы построить для начала инфраструктуру, сделать сильный отбор, потом уже как бы выстраивать всю систему подготовки юных футболистов». На презентацию нового проекта «Кайрата» пришло много легендарных футболистов прошлых лет. И все они были рады тому, что новые акционеры вкладывают большие средства в развитие клуба. Без поддержки большого бизнеса реализовать такой проект невозможно. «Новая детская школа – это один из трех проектов Кайрата на ближайшие годы». У клуба также будет новая академия и новая база для основной команды. И все эти проекты будут реализованы точно в срок, уверен Кайрат Буранбаев. «Хочу от имени акционеров нашей компании «Кадрусгаз» заверить вас всех, что все средства, необходимые для строительства трех баз, они в компании, в бюджете есть и они выделены на развитие инфраструктуры футбольного клуба «Кайрата». Новая история Кайрата начинается на наших глазах.